В этом видео поговорим с вами о том, сколько денег надо на службу в армии. Меня зовут Ангулян Алексей, вы на канале Служба Защиты Призывников. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео по нашей теме. Многие считают, что деньги нужны только для того, чтобы в армию, например, не пойти. А вот чтобы пойти в армию, деньги не нужны. Так ли это? Нет никакой официальной статистики, но есть разговоры с ребятами, которые уже в армии отслужили и достоверно рассказали, тратили ли они там деньги. Со скольки я о людьми поговорил, ни один не сказал, что деньги ему там не понадобились. То есть всем деньги были нужны в разных количествах. На что же они их там тратили? Вроде бы там есть даже денежная довольствия, зарплата, так не бывает, 2000 рублей в месяц там перечисляют. Но есть еще и траты. Первое. Каждый мне сказал, что они тратят деньги на средства личной гигиены. Хотя вроде бы там выдают все, и мыло, и там бытвенные принадлежности. Но либо они не того качества, либо их просто не хватает. И ребята тратят как минимум 500 рублей в месяц на то, чтобы у них это все было. Второй момент, который крайне необходим, это еда. Вроде бы кормят трехразовое питание, что еще надо? Но как бы все говорят, что хочется чего-то разнообразного. Там есть так называемые, ну, кафетерии, там, чипов армейский. И туда хочется сходить. И каждый мне тоже сказал, что поход туда стоит как минимум 500 рублей. 500-700 за один раз. Ваша зарплата 2000. Две. То есть вы сходили несколько раз, и все, у вас все деньги кончились. А еще бывает такая ситуация, что кто-то может по роду службы пропускать, например, обед. Он может быть на дежурстве или еще где-то. Поэтому деньги на еду все тратили, абсолютно все. К тому же там нет сладкого, нет еще чего-то. А это как-то всем очень хочется. Поэтому на это тратят деньги. В среднем тысячи две в месяц, у ребят, на это полторы-две уходила. И одна из самых затратных статей – это сигареты. Если вы курите, то у вас, ну, не будет уходить денег меньше, чем жизни здесь. Поэтому рассчитывайте, что тысячи две, а то и больше в месяц будет уходить. Даже если вы сейчас не курите, многие там закуриваются, имейте в виду. Поэтому это тоже может стать для вас вдруг актуальным. Также еще серьезный момент. Конечно, выдают всю форму в армии. То есть все полностью, все обмундирование вы получите. Но бывает, если у вас особенно какой-то нестандартный размер ноги, или рост у вас не очень стандартный, маленький или большой, то вам может не достаться нужного размера. И вам придется это потом покупать самому. Как мне рассказал товарищ, он покупал, например, себе берцы. Потому что ему дали берцы большего размера, чем у него, и он не мог в них ходить. Поэтому ему выслали деньги, и он поехал в увольнение и купил их себе. Влага у него участка возможности 2. И, кстати, он был такой не один. Несколько человек сказали, что они в процессе обувь себе покупали, в процессе службы. А это минимум 2 тысячи, а многие говорят, что и 3, и 4, и 5. То есть там все будет зависеть от того, на что вы сможете себе позволить. Также еще одна из статей, это, как ни странно, дембелька. То есть сейчас вы, может быть, думаете, что зачем вам это все, там эти лампасы какие-то, еще что-то. Но когда вас служит тягот, возможно, ваше мнение об этом изменится. И вы тоже захотите себе как-то украсить форму. Или, может быть, вы просто пойдете в гражданской одежде, чтобы народ вокруг не привлекать внимания, полиции и прочее. Но у вас может уже просто не остаться ваша гражданская форма по каким-то причинам. У многих так происходит, и вам придется купить тогда ее. А это тоже минимум 3-4 тысячи. В итоге, если посчитать, то получается, что каждый из парней мне сказал, что он тратил в месяц от 3 до 5-6 тысяч. Зарплата 2 тысячи. А это значит, от 1 до 2-3-4 тысяч вам придется каждый месяц доплачивать. Умножайте на 12, и получится, что вам, ну, для такой службы не очень хорошей, надо будет хотя бы 1015. А если вы хотите служить более-менее нормально и как бы не чувствуете себя ущербным по сравнению с другими, то готовьте 50-70 тысяч за этот год точно отстегнуть. А если еще вы посчитаете, сколько надо денег, чтобы к вам приехали родные, например, на присягу, то, ну, посчитайте просто, что у вас, вы можете находиться за 3 тысячи километров от них, и эта дорога им обойдется просто какие-нибудь там 1050 еще. Как, например, мне сказала знакомая девушка, у нее брат служил в 2012 году, и они потратили 105 или 107 тысяч на его службу. В 2012 году. Просто подумайте. Поэтому я ни к чему вас не призываю, но просто имейте в виду, что если вы собрались в армию, то деньги вам тоже понадобятся. Лучше держать их на карточке, ну, потому что наличку всю опасность с собой брать, и пусть лучше вам их, либо пусть их вам небольшими частями перечисляют. Потому что не факт, что вы тоже сможете сохранить на карте, если они сразу у вас будут там все. Кстати, если вдруг вы не планируете пойти в армию и потратите этот год на службу, но не знаете, что с этим делать, то оставляйте заявку на бесплатную консультацию, мы обязательно вам поможем, расскажем, какие у вас есть пути, есть ли еще у вас такая возможность. Возможно, вам не придется тратить деньги на службу, и этот год вы сможете заниматься своими делами. Но еще, кстати, я сейчас вспомню, пока говорю, что есть еще несколько статей. Например, это сотовая связь, все в армии пользуются телефонами, вы наверняка точно так же будете пользоваться телефоном, поэтому рублей 300-500 опять же в месяц будете тратить на это. Подумайте просто, что еще вам необходимо для жизни, и наверняка вы тоже самое будете, те же самые проблемы испытывать в армии. Еще одна из статей, это такие расходы, которые вы не планировали, например, на нужды части, где жалюзи повесить, где пол покрасить. Они у кого-то могут быть, у кого-то могут не быть, там ребята говорили некоторые, что они не тратили на это денег, а кто-то тратил там тысячу, а то и больше в месяц. Поэтому тоже вот такие основные моменты. Поэтому, ребят, ну, наверное, могут быть еще какие-то другие расходы, но в целом я вам все рассказал, поэтому ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и не пропустите другие темы на тему, как не пойти в армию и другие важные моменты, связанные со службой. На этом все, всем счастливо!